Музыка Меня зовут Ольга Вячеславовна Старикова. Я занимаюсь ткачеством. Я занимаюсь ткачеством, пока у меня опыт не очень большой. Я, допустим, тку уже пояса, половики, ковровые дорожки, так называемые, и рушники. На настоящем ткацком станке? На настоящем ткацком станке, да. Вы его приобрели или сами сделали? Там, где мы живем, видимо, местные жители тоже занимались ткачеством. Поэтому в каждом доме мы нашли ткацкие станы, да. Вот у меня конкретно стоит два ткацких стана. Один с половиками и другой с рушниками. То есть я, когда бывает время, тку. Ну, еще я делаю пояса. И очень много. Получается, вот берегини всевозможные из разных материалов. Я делаю из лыка, из льна, из ткани. Это все очень близко и интересно. И мне нравится, что я могу это все давать детям, рассказывать им как раз про ремесло. Как это входило в жизнь и в быт наших предков. Берегини – это просто кукла или это нечто большее? Нет, это, конечно, нечто большее. Если вот посмотреть даже по картинам здесь художников, это очень глубокое женское начало. Это не просто куколка, которая… Ну, вот некоторые говорят, да, что там делаешь, какие-то куколки, да. Нет, это очень глубокий образ. Он и оберегает, он и помогает. Конечно, ну, вот раньше, ну, это вот мое видение, да. Не потому, что деткам нечем было играть. То есть вначале, вот даже я, когда училась, это же представляли как, что вот они бедные, несчастные, деревянные игрушки, да. У них не было возможности. И я считаю, что это не поэтому. У них была огромная фантазия, богатейшая фантазия. Они каждый предмет могли обыграть. Взять какую-то вот, ну, не знаю, палочку, тряпочку и из этого сделать что-то. То есть буквально берегиня из узелка или там зайчик из узелка завязана определенным образом. Это развивает фантазию ребенка, это развивает тактильные ощущения. Понятно, что развивается мозг. В 12 лет детки уже могли и ткать сами, и вышивать сами, и готовить сами. Они были более развиты, чем, я считаю, нынешние дети. То есть по древней русской традиции не было уберегать детей от труда? Нет, нет. И потом это был не труд, это было творчество. Это было со-творчество. Оно развивало, развивало фантазию, развивало умение, смекалку. И такие дети, они были более жизненные, потому что они могли, ну, я считаю, выжить и взаимодействовать в любых условиях. Какие природные материалы используются для изготовления куклы берегиня? Ну, сейчас используется, вот я уже перечислила, лыка. Лыка – это что? Лыка – это кора липы, ну, приготовленная, расщепленная определенным способом. То есть ее там обдирают, вымачивают и расщепляют. Делают из льна, это льняная кудель, но она не пряденная, а такая более грубая. Мы, может быть, вот сейчас современные люди, дети, знакомые как пакля, да, вот то, что используется, может быть, сейчас в сантехнике, я не знаю, там таких тонкостей уже. Ну, вот было очень много даже вот в Кашинском районе таких заводиков небольших, которые занимались льном, выращиванием, его пряли кудель, ну, и делали там льняные веревки, тоже паклю. Сейчас это все, к сожалению, закрывается. Но я все равно, я делаю любимые игрушки мои, это вот из льна. А ткани, расскажите чуть-чуть о качестве поясов. Пояса ведь это тоже нечистое украшение, это тоже символ? Ну, конечно, там раньше вообще считалось, что там, допустим, не подпоясанный, там мужская рубаха или там женский определенный сарафан. Ну, вот у меня такой сарафан, который, я считаю, что можно носить без пояса, то есть идет посередине полоса, и она считается как бы обережной. Тверские такие именно сарафаны. А есть сарафаны, которые не могли носиться без пояса. И пояс, он тоже с определенной символикой, он нес определенное назначение, информацию. Информация вообще была заложена во всем фактически. То есть это такое очень многомерное было знание. Вот был оберег на одежде, на поясе, женщина или девушка выходила, и уже по этим оберегам, орнаментам могли про нее сказать, из какого она рода. Замужем она или не замужем. Если замужем, то сколько у нее детишек. В общем, тут информации очень много нанесло на себя. Теперь расскажите, где вы занимаетесь у себя в Кашине, в Москве. Расскажите о своей работе с детьми. Ну, во-первых, мы и в Кашине, конечно, занимаемся. И в Славиче в Москве, собственно, мы вот и взаимодействуем с Алексеем Столяровым. В Славиче проводятся какие-то программы. В Кашине у нас там открылся музей так называемой Каши. Да, вот расскажите нам немножко. В Кашине активизируется центр славянский, я правильно понимаю? Активизируется я, да, надеюсь на это. Потому что, опять же, Алексей Столяров очень разносторонняя личность, очень много силы у него и творческих каких-то таких изысканий. И как раз вот Алеша открыл музей Каши. Там проводятся программы. Мы приглашаем туда группы деток и просто взрослых. Вам пошли на встречу местные власти? Конечно, они очень рады, что у них появился этот музей, благодарны. Мы там мечтаем, что там вообще будет центр творчества, где мы будем заниматься с детками и тоже рассказывать, нести эту культуру. Кашин включили в Золотое кольцо, по-моему, года три назад. То есть к нам поехал поток туристов, тоже это радует. Вы занимаетесь там с приезжими группами или местные дети к вам тоже ходят? И то, и другое. То есть и с местными детками из школы, и с приезжими. То есть эти оба направления мы тоже развиваем. И, собственно, вот в Москве, в Славиче тоже проходят программы. И с детками, и со школами, с детскими домами тоже. Дети, понятно, мы их еще сможем зацепить. А взрослые как-то прислушиваются к знаниям? Это интересует взрослые населения России? Ну, я думаю, да. Даже судя по этой выставке, люди идут. И вот сегодня буквально зашли женщины, которые хотели посмотреть выставку «Высшие этажами. Русские в Италии». В результате там она еще была закрыта. И они здесь походили с нами. И были очень благодарны, что мы открыли для них вот такой удивительный мир славянских художников, истории. И вот этой вот глубины, которую несут, что ли, открывающиеся знания. Вот это очень здорово. То есть надо заниматься постоянно пропагандой и не отставать от этого? Ну, не то чтобы пропагандой. Я бы это так не называла. Просто это история, знания и почитание корней наших, наших предков. Это очень важно. То есть это уже, мне кажется, это уже все говорят, что если мы не будем знать свои корни, то у нас не будет силы, чтобы вырастить нормальное поколение, жизнеспособное. Дерево без корней, оно засыхает. Скажите, ваши впечатления за два дня? Ну, выставка «Народ идет». Я вот вижу, что это интересно. Это очень цепляет, потому что картины очень глубокие. Я сама, в общем-то, я давно уже интересуюсь этими художниками. Мне нравятся многие картины и многие любимые картины. Но здесь, во-первых, это подлинники. И можно часами рассматривать и видеть, находить что-то новое в работе. Конечно, это нравится. Мастер-классы тоже деткам. Интересно, к нам во второй день случайно пришел колледж, который мы не планировали. То есть мы даже не знали, что они придут. И они попали к нам на мастер-класс. Девочки просто, мне кажется, открыли для себя мир рукоделия. Им очень понравилось. Шли все довольные со своими берегинниками. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова